итак, очередной раз в программе Звезда Нука, у меня очередной гость, Кирилл, Фамилия у тебя такая? Да, 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 на половину фит, на половину русский На половину фил, на половину русский, в общем, лидер проекта Лазер Континент, и какие у тебя еще проекты? Сайт Капсуле, Джуна Лазер Машин, Д'Артик Диско Машин, Оптик Аирлайнс, Джуна Лайне, Грейпфрут Философии Вот Джуна Лайне что-то я слышал Джуна Лайне, ну это как бы из фамилии на два слова Расчленил, но там как бы рейсит терно, терно, терно Скажи, пожалуйста, пару слов обо мне Ну, мы такое взяли и познакомились, так что очень тяжеловато сказать Ну, хотя бы паночку Приятно познакомиться Хорошо, 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 хорошо Представь, что ты внезапно оглох Чем ты стал заниматься? Ммм, не знаю, это была плановая и тоска такая Штол-выбор, 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 штол-выбор Даже его тяжело представить для меня Особенно научить, что это планы и музыка, в принципе, вся моя жизнь И раньше было и в данный момент, так что без нее просто, ну, тяжело себе представить То есть, что, ты бы вообще с ума сошел уже? Ну да, наверное, кстати Ну, наверное, в первое время Потом, наверное, пошел в монархи какие Окей Представляешь, что все люди, которые относятся к музыке Как и в любом образовом в мире Они встали внезапно вне закона Что бы ты предметил? Какие действия? Ну, попытался бы совершить революцию То есть, ты бы пошел бы во главе этого движения? Или там просто со мной там рядовым? Да 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 Можете начать с рядового, там посмотрим Ну, ты готов, да, как бы идти по лестнице? Да Да Окей Просто, француз до этого у них готов был только солдатом и такими выйти Окей Какая у тебя была любимая игрушка в детстве? И какая сейчас любимая игрушка? Поверно сейчас самая любимая игрушка Последнее, что вкупил это В детстве В детстве любимая игрушка моя была бобинный магнитофон родителей Астра Прома 101 или 303, вот не бог я точно Лучше 303, пускай будет 303 Много, много, много 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 Окей А может, вспомните, какой-нибудь забавный случай во время наступления, что-то подошел или что-то не сорвалось, что-то сломалось, что-то такое Ну, в принципе, ну, так уж прям вот таких поп и не было, но могу сказать, что в свое время где-то, ну, в принципе, я в первый раз играл в Лайм за 7 лет за последние Вот, а раньше, ну, было так, что или, скажем так, успех, все хорошо, а следующее выступление абсолютно провал в том плане, что или народ не понимает, или что-нибудь с аппаратурой происходило Ну, таких-то в своих лучах много было Тут же какой-нибудь отлетит звук проявляется, а то еще что Ну, в принципе, потому что Лайв Самое такое впечатляющее было в Финлянде выступление, это, я даже не помню, в 2000-1999 год Когда играли исключительно Лайв, и вообще-то, после того, мы еще в Индастрию, с Техно, там вообще сумасшедшая полная была Вообще сумасшедшая полная была Вообще сумасшедшая полная была То есть, монотил Голлбокс пропущенный через Дисторшин Как раз вот МС-303 И плюс еще очень много было всяких дрелей, молотков, выпусков по металлу Все это... Живых прямо на сцене? Да, то есть мы его собрали вот с напарником моим Который поднял проект в 2004-м Вот мы с ним там вот брали, лопали и все И народ, по-моему, вообще там очень сумасшедший Прикольно Окей, следующий вопрос Представь, что у тебя есть третья рука, что бы ты ей делал? А подыгрывал себе Вот сейчас только подыграл и думал Хватает Почему у меня нет третьей руки? Окей, представь, что у тебя есть возможность выбрать любую суперсилу Что бы ты хотел? Ну даже не знаю Ну и так резко, прямо тебе тяжело сказать Ну никогда не хотел бы чего-то такого сверхъестественного Да нет, кстати, да нет, кстати, да нет, кстати, особо нет Меня никогда это не привлекало Особо не хочешь То есть ты бы отказался вообще, в принципе, да? Не захотел на чем Ну да и... 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 Наверняка, кстати, в мире есть кто-нибудь, кому это по почте пригодилось То есть ты бы дал возможность кому-то выбрать? Да, нет особо нет Какой вариант Как ты думаешь, вот если бы Дональда Дака придумали в СССР, как бы его назвали? Ммм... Что у нас там с утятами там? Ну даже не знаю Мне кажется, его бы взяли Чебурашка 2, называли бы только с косы и клювом Чебурашка 2-0, когда я считаю Как думаешь, кто сильнее Кинг-Конг или Годилла? Наверно, Годилла Особенно, если это не американская и толстская Годилла Японская сессия Да, спасибо Натуральная, олдскульная Годилла Хорошо, можешь вспомнить трех героев сериала Санта-Барбара? Иден Мэйсон 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 И Крутка Стилия Это же любимый сериал был В начале 90-х, конца 80-х Хорошо Представляешь, что тебя поставили перед фактом выбрать один стиль музыки на всю оставшуюся жизнь? Очень тяжело, я очень разноплановый. Либо один, либо вообще ничего не слышишь. Такой ультиматум. Да, мы все-таки, наверное, электродиска. Электродиска. Ну, что-то в стиле Владимир Моборда, он оттайвал. Не, ну можно как бы диск, в принципе, электродиск тоже плохой. Ну, диск. Ну, просто, ну, диск, ну, точно нет. Не вот электродиск. Электродиск, оно включается тоже в диск. Так, поскольку-поскольку, оно уже настолько изменно отличается от диск. Каким бы персонажем и какого мультика ты бы хотел стать? Волф, Волф, Волф. Ну, погоди. Вот если бы у тебя была возможность прочитать мысли любого человека, кто бы это был? Да. Может быть, ты отказался, какой-то опять передал бы, не знаю. Может, не человека. Да нет, никого бы не хотел бы. Отказался бы. Окей. Как думаешь, что у Дарта Вейдера под маской? Актеры, или все актеры? Актеры, или все актеры? То есть, обычные или все актеры? Ужас. 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 Там, когда его спасал Люк уже и маску снял, то есть там уже такой был наполовинный человек наполовинный волк. Да? Ну, я даже не знаю. Хм. То есть, актер уже стал наполовинный человек наполовинный волк? Не, не актер, а... Актер уже вжился в роль, короче, сделал себе половинного лица робота такой. Сзади Звездные войны, наверное, один из моих любимых в фильмах. Ужас. Окей. А я вот много слышал про твой коронный... А, коронный фокус был уже. Ну, нет. Не? Я просто много слышал про него. Не мог бы ты его продемонстрировать? Фокус? Да. Нет, фокус. Ну, тот самый фокус. Какой? Покажи. Покажи же его. Покажи же его на камеру. Не знаю. Не знаю. Отказываешься? В секрете его выглядело? У меня просто его и нет, а не фокус. Мне кажется, ты просто в секрете его хочешь взять, никому не хочешь показывать. Ну, можно. Окей. Это относится к такому факту, что в последнее время многие музыканты стали очень сильно злоупотреблять крекерами и халлой. Впервые об этом слышал. Да, ну, это общеизвестный факт. Но для меня он, оказывается, не общеизвестный. Ну, то есть ты никак не к этому огня относишься? Да. Тебе безразличное. Тебе безразличное. Я не употребляю ни такого. Хорошо. Ну, и мой секретальный вопрос. Герой с прошлой передачи. Зададу вопрос к герою следующей передачи. У меня вот сегодня я брал интервью у француза, дидже Джабали, Матиканта, с Францией. Он, в общем, задал тебе такой вопрос. Как ты думаешь, вот в будущем все-таки винил победит, остальные все носители сиди там, потри и все-таки нет. Веришь ли в то, что винил победит? Не веришь. Не веришь ли? А хотя бы звук с винила очень приобретит. Самый мой любимый. Ну, ты все-таки не веришь. Просто если все люди, которые в это верят, они соберутся и прям все поверят, то может такое произойдет. Хорошо. Уже теперь нет. И ты должен теперь задать вопрос к герою следующей передачи. Ну, если это музыкант. Ну, это будет либо диджей, либо музыкант. Ну, тогда вот, чтоб он представился бы из ситуации, что во всем мире отключили эроскориентричество. И что бы они стали делать? Вообще навсегда. Да, да, да. Представь, что ты оказался на Марсе, и твой первый вопрос марсиан. Ну, может что-то сказать им просто. Что-то хочешь им сказать в первых разах. Ну, я даже не знаю, опять же. Ну, чё ты скажешь? Я даже не знаю. Ну, да. Наверное, скажу привет. Хорошо. Представь, что такая ситуация, где подходят супермодные продюсеры и предлагают такой вариант. Если следующие там 3-4 года, там, 5-4, ты плотно гастролируешь, как бы, и вообще по всему миру ездишь, там, у тебя график там каждый день практически играешь. А смотри, а что это? По два-три часа, вот. Вот. Они тебе платят от 1000 евро в час. Вот. Но при одном условии, что они выбирают стилистику. Ты вообще не имеешь права по музыке и никаких вопросов. То, что они тебе скажут, то только ты хочешь играть. А играть то, что я сам пишу или то, что они предлагают? Как диджей. Как диджей. Чисто вот любую музыку, то, что они тебе скажут? Так. Диджей я уже не играю, не знаю, ещё и буду ли вообще играть. То есть ты не готов? А как ты относишься к ежегодному физико-математическому форуму в Колпино? Никак. Я даже не знал. Хорошо. Ну, в общем-то, все вопросы. Последняя такая просьба. Какую-нибудь смешную рожицу в камеру. Рожицу. Все, спасибо. Да не за что. Все, спасибо.